Всех приветствую на своем бьюти-канале. Сегодня тема будет посвящена самому первому и самому важному этапу в уходе, это очищение. Кроме важности самого процесса очищения, также сегодня проведу вам небольшую экскурсию по коллекции очищающих средств компании Mary Kay. Давайте немножко сначала теория. Вы знаете, что очищение это самая первая и самая важная стадия в уходе за кожей лица. Ведь какие бы чудодейственные кремы вы не использовали, для того, чтобы их активные ингредиенты попали по назначению, сначала нужно очень хорошо очистить эпидермис. Запомните такую волшебную фразу, очень дорого увлажнять грязь. Ведь как обычно девушки рассуждают, куплю я дорогой крем, возможно еще сыворотку дорогую на нее потрачусь, и тогда будет все идеально. Но если очищающее средство подобрано неверно и кожа плохо очищена, то скорее всего будем винить крем или сыворотку. И даже не подумаем, что мы просто плохо умылись. Когда неверно подобран и даже начат уход, очень жалко свое время, вот это вот ожидание, которое не оправдалось, а также денежные средства, которые пустую, грубо говоря, были потрачены. Итак, умываться нужно каждый день. Умываться нужно два раза в день, утром и вечером. Вечернее очищение очень важно, чтобы удалить с лица пыль, загрязнение, остатки макияжа, а также кожные выделения. Кожа это самый большой орган в нашем организме. Она пьет, она ест, она дышит, а также она выделяет. Поэтому если все это не смыть, то кожа будет трудно дышать. Она постепенно будет терять тонус и упругость, а закупоренные поры, они приведут к черным точкам или угревым высыпаниям. Также очень важно умываться и утром, несмотря на то, что мы никуда не ходим по ночам, а спим в своей теплой постельке. Но несмотря на то, что мы ночью спим и отдыхаем, кожа как раз-таки начинает усиленно работать. Помимо того, что она в это время ночное регенерирует, она восстанавливается, более интенсивно включается выделительная функция кожи. Работают потовые, сальные железы, а также за ночь кожа выделяет все свои продукты жизнедеятельности. И вот это все утром мы должны с вами смыть. Обычно очищение лица сравнивают с жирной сковородкой, в которой жир, ну невозможно, знают хозяйки, смыть водой. Нужно обязательно очищающее средство. Вот точно так же и с нашим лицом. А теперь нам с вами нужно подобрать грамотное очищение для своей кожи. Говоря о грамотном уходе, очищающее средство в течение года может меняться. Потому что как мы подбираем очищение? Во-первых, по состоянию своей кожи в данный момент, в данный период. Состояние. Это, например, чувствительная кожа. Это проблемная кожа с высыпаниями. Это, например, обезвоженная кожа, которая шелушится, но при этом она не сухого типа. Состояние вашей кожи в данный момент, оно может не совпадать с типом вашей кожи. Например, по типу ваша кожа комбинированная, но шелушится. Поэтому очищение, в том числе и весь уход, на определенный промежуток времени мы подбираем более увлажняющий. А затем, когда в норму придет ваша кожа, берем по типу. Давайте перейдем к практике. Расскажу вам про каждое очищение компании. Для какой кожи больше подходит. И вы более или менее сможете в них уже разбираться и подобрать для себя. Но, если вы смотрите видео, рекламу и так далее, это одно. Когда вам советуют и говорит подружка, соседка, что вот это вот ей хорошо, бери, не глядя. Я все-таки так не советую. Обо всем расскажу, но у своего консультанта сначала вы можете это все перепробовать. И тогда точно вы примете решение. Буду рассказывать в зависимости от возраста и начну с подросткового. Очищение системы Botanical. Это самое вкусное очищающее средство. Пахнет драгонфруктом или питаем, а также алоем. Это исключительно мое летнее очищение. И всех, у кого кожа жирная, комбинированная, у кого очень жирнится она, особенно летом, девочки, вот это для нас с вами точно. С 13-ти вот это вот уже можно. И еще хочу сказать, что, по крайней мере, в мое время не было культуры ухода за собой. Меня не учили, что нужно умываться. Меня не учили, что нужно увлажнять кожу. И очень много было прыщавых детей, подростков в моей молодости. А сейчас все это очень распространено. Можно найти много информации. И мамочки, молодые мамочки, начинайте вот эту культуру у своих подростков развивать. Не антивозрастной, но супер антиоксидантная и классно очищающая вот это вот гелевое очищение системы Botanical. Очень большой объем, 127 грамм. Еще американской поставки. Итак, по консистенции это гель. Очень хорошо пенится. И безумно экономно. Хватает вот маленькой-маленькой капельки, чтобы раздуть вот такую пышную пену. Я не буду сейчас спернить каждое очищающее средство. Вы в моих видео, где я делаю уход, их можете найти. Здесь два основных ключевых ингредиента. Это алоэ вера и питая или драгонфрукт. Экстракт экзотического драгонфрукта состоит из незаменимых жирных кислот, а также витамин группы В. Этот фрукт ценится за большое количество минералов, таких как железо, кальций и фосфор. Алоэ вера это вообще легендарное растение. Его экстракт состоит более чем из 75 питательных веществ, в том числе 20 минералов и 12 витаминов. Алоэ вера содержит большое количество витамина Е, а также удерживает природный баланс влаги в коже. Экстракт этого растения служит дополнительным источником антиоксидантов, а также способствует обновлению клеток кожи. Вот после этого очищения кожа, вот когда скрипа чистая, она такая свежая, обожаю. Раз уж с вами начали для молодой кожи, то хочу вам сказать, что скоро в компании выйдет аналог системы Botanical, базовый уход для кожи 16+, то есть целая линейка. Она будет делиться для сухой нормальной кожи, а также для комбинированной. Немножечко вам расскажу, что будет входить вообще в эту линейку. Очищение, будет тоник, увлажнение, увлажняющий флюид, а также маска. Видела я маску на видео, она как будто бы из какой-то серо-зеленой глины. В общем, очень жду эту линейку и, конечно же, для вас у меня будет обзор на нее. Итак, дальше, пока мы не переходим к антивозрастным очищающим средствам, вот это очищение для чувствительной кожи. Консистенция очень нежная, совсем не пенится, что говорит о том, что в составе есть очень-очень мягкие палы. Это очищение очень мягко, деликатно очищает, при этом совершенно не пересушивает, так как специально создано для чувствительной кожи, для обезвоженной кожи. Метил-коку-илтаурат – это мягкий, безопасный паф на основе аминокислот. Кому в большей степени нужно и подходит данное очищение? Когда вы не можете подобрать себе уход, настолько у вас чувствительная кожа, попробуйте его. У кого, как у меня, например, в течение года кожа нормальная по своему состоянию, но в период сезонной аллергии она ничего не подпускает к себе, у кого кожа в зимний период обезвоженная, шелушится, попробуйте вот такое вот очищающее средство. Дальше – пенка «Люмиви». Вся эта линейка появилась сравнительно недавно в компании, но место в сердце она уже свое заняла. Любимая моя пенка. Всю зиму я ее умывалась, весной еще умываюсь – это любовь. Девочки, любовь. Нежная, муссовая, как пеночка. Прям воздушная зефирка. Нужно вот прям маленькое количество, и пенка будет пушистая. Вся эта линейка, в том числе и очищение, направлена на сияющий ровный тон кожи и очень-очень хорошо увлажняет. Здесь есть гидролизованный черный жемчуг, который как раз направлен на выравнивание тона кожи. Коллаборация неацинамидов и белой фасоли повышает эффективность выравнивания тона кожи на 42%. Это доказано. Еще содержится фитиновая кислота, которая способствует обновлению кожи. То есть вы понимаете, что на этапе уже очищения какие процессы у вас запускаются. Оно очень вкусно, приятно пахнет. Такая цветочная композиция. И в то же время для меня кажется, что-то вкусно-молочное. И можно пользоваться не только тем людям, которые борются с пигментными пятнами. Так как оно прекрасно кожу увлажняет, рекомендую всем типам кожи использовать в зимний период. Для сухого типа кожи хоть круглый год и для профилактики от пигментных пятен. Ну, кому не нужна профилактика? Вот, пожалуйста. С 18 лет уже спокойно эту очищающую пенку Lumivi можно использовать. Если перед нами стоит задача выбрать уход, в том числе и очищение, по типу кожи с нотками антиэйдж, то есть линейка 5Х. Она делится на два типа кожи. Линейка для сухой нормальной, для комбинированной и жирной. Переворачиваем, и на каждом средстве этой линейки есть полосочки. Розовая означает для сухой нормальной, и вот такая сиреневая для комбинированной и жирной. Очищение для нормальной сухой кожи, поверьте мне на слово, просто меня разобрали, в наличии у меня нет кремовой текстуры. Здесь же вот такой гель прозрачный, в нем есть мелкие крупинки. Шикарно кожу очищает, очень деликатно отшелушивает мертвые клеточки. Не сушит, дарит комфорт, дарит свежесть коже. Если вот это очищение люмиви для ровного тона я использую по вечерам, то утром стабильно у меня по типу кожи. 5Х означает, что эта вся линейка, она содержит эксклюзивный комплекс, который обеспечивает защиту нашей кожи благодаря пяти антиоксидантным и антивозрастным свойствам. Здесь есть экстракт малахита, который усиливает антиоксидантное действие средств более чем на 100%. Здесь также есть инкапсулированный ресвератрол и вместе с экстрактом малахита он обеспечивает просто колоссальную защиту от свободных радикалов. Ресвератрол он также направлен на борьбу с неровным тоном кожи, способствует визуальному сокращению мимических и возрастных морщин. Еще здесь есть антивозрастные пептиды, которые стимулируют выработку коллагена в коже. Это очищающее средство 25+, но если у вас раньше появились первые признаки старения, то вполне его тоже можно использовать. И вы тоже здесь замечаете, что уже на этапе очищения процесс ITH запущен. Если вы девушка постарше и морщинки уже залегли поглубже, то для вас тоже есть очищающее средство еще более антивозрастное. Это очищающая пенка Time Vice Repair. Когда уход уже максимально антивозрастной, он, как правило, не делится на типы кожи, потому что с возрастом, с годами наша кожа уже все меньше и меньше вырабатывает не только коллагена, эластина, гиалуронки, но также и кожного сала. Поэтому считается, что чем кожа старше, тем она суше. И весь антивозрастной уход направлен на питание и на увлажнение. Если прям вот говорить про цифры, про возраст, то вот эта пенка 45+, но это тоже не означает, что младше вы не можете ей пользоваться. Очень ее люблю. Может быть, у вас раньше проявились морщинки. Зачем ждать 45? Как в суфле. Воздушная, нежная. Тоже нужно прям граммулечку. Чудесно пенится. Даже немножко перламутровая. Прям муссовая текстура. Очень хорошо кожу тщательно очищает, не стягивает ее, прекрасно увлажняет. Поддерживает естественный баланс кожи, помогает сохранить наши естественные липиды. И уже очищение способствует повышению упругости кожи. Здесь есть трипептиды, трипептиды-1, которые стимулируют выработку гиалуроновой кислоты, помогающей подтянуть нашу кожу. А для того, чтобы сохранить целостность структуры нашей кожи, здесь есть стволовые клетки, год уколы. У кого кожа сухая, тоже рекомендую обратить внимание на это очищение. В компании есть еще вот такое очищающее средство для проблемной кожи. У меня его нет здесь дома, но оно у меня есть на даче у родителей в Астрахани. И я пользуюсь исключительно только в летний период. Не особая фанатка его, так скажу честно. Потому что его нужно правильно использовать. У кого кожа прям вот жирная-прижирная. И не каждый день. Два раза в неделю, девочки, максимум. Иначе вы просто ее высушите. Это вот мое личное наблюдение и мое личное мнение. Потому что ко мне приходили такие девушки с высушенной кожей, когда другие консультанты неправильно назначали уход. Классно очищает кожу, прям до скрипа. Но как-то, мне кажется, немножко обезвоживает. Я не говорю, что оно плохое. Оно очень хорошее. У кого действительно кожа проблемная. У кого высыпание. Но там есть определенные протоколы, как правильно использовать его. В этом очищении есть 2% салициловая кислота. Содержатся в нем экстракты морского вереска, корни лопуха, которые ухаживают за кожей. А также оказывают дезинфицирующее легкое действие. На этом гид по очищающим средствам бренда Mary Kay подошел к концу. Очень надеюсь, что я вам помогла определиться, выбрать. Может быть, как-то понять для себя, какое очищающее средство вам больше подходит. Или вообще просто посеяла зернышко, что очищение действительно должно быть качественное. Должно быть грамотное и правильно подобранное. Потому что здоровая кожа, правильный грамотный уход за кожей, это не только дорогой супер какой-то золотой крем. Нет, это целая цепочка. Это процесс. И он должен быть одного уровня с начала до конца. То есть ваш дорогой крем не может стоять рядом с мылом, грубо говоря. Как вообще правильно пользоваться очищающим средством? Вы горошинку наносите в ладошку, влажную ладошку. Лицо у вас уже тоже подготовлено, оно у вас влажное в воде. Вы вспениваете в ладонях очищающее средство. У вас получается пена. Вот эту пенку вы наносите на лицо. Не сразу мы выдавливаем, а только пену. Дальше эта пена должна поработать минуту. За это время вы можете гаджетом, если у вас есть какой-то гаджет, например, щеточка, вы можете зубки почистить. Пускай все это полежит, пускай это все растворит. А потом только умываетесь. Попробуйте сделать без минуты и с минуты. И вы почувствуете разницу, я уверена. Желаю вам здоровой, желаю вам красивой, ухоженной кожи. А я буду вам в этом помогать. Ваша Лена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова